Стоим, любуемся рыбками. Ждем своих мужчин. С улицы такая прохлада еще пока стоит. Промдует прохладой. Классно. Это такси. Потому что с детьми достаточно луковатые. Чтоб не решились. А вдруг жарко будет. Потому что с детьми в такую погоду даже не сильно жарко, но все-таки далеко. Да, как в Кургане тоже все перерыто. Далековато идти. Короче, движение тут очень интересное. Нету каких-то знаков главная дорога или, допустим, одностороннее движение. То есть надо, короче, самим как-то в это все вникать. Очень интересно. Кто сажал? Егорки пальчики катают. Руки покажи, Егор. Даже Абелюху откатали, представляете? И меня последняя. Тебе сейчас тоже будут катать. Ты счастлива? Пальчики сейчас все оставим. Скоро играем. Кто вам дал конфетки? Кто вам дал конфетки? Галя. Дядя подошел, который катал пальчики, да? Подошел и дал конфетки. Покажи. Классно. Супер, Аделюша. Ты что-нибудь сказала дяде? Сказала нам муча грязь? Подожди, иди скажи муча грязь. Да, дядя уже убежал куда-то. Мама сказала. Плассно? Короче, оказалось, что детям не надо было катать пальцы. А Аделю не откатали. Она пошла помылась. А вот наш бедный маленький котенок Ирина осталась без катаных пальцев. Ириночка, посмотри на меня, зайка. Ты что? Мы дома откатаем, ладно? Ну хорошо. И у нас соску речи нет. Но реветь перестанешь, да? Папа, папа. О, дорогие, пошли. Папа, если ты не обещаешь, то я заплачу не все. Давай тогда сделаем не так. Ты зайдешь в магазин и выберешь, что тебе надо, хорошо? Пальцозку, леденец, хоть шатродок надо. Папа, и я пальцозку не делаю. А тебе пальцозка так? Папа. Все, ты поиграла, Аделина только не играла. Хорошо, Аделина берет две вкуснятки, Аделина берет одну вкуснятку. Договорились? Нет, это какие-то злые. Все, не договориться, короче. Поэтому тут где-то поезжают. Все, что тебе это уже будет. Шампиньоны. Грибы какие-то растут. Аделина нельзя. Это обычные шампиньоны, ребят. Все, погнали. Погнали, приехали на набережную. Блин, тут они грибы-то тут растут этими прямо, Саша. Полянками, полянками. Это шампиньоны, ребят. Что, серьезно? Да. Что, серьезно? Да, мы раньше... Да нет, нифига, это не шампиньоны. Шампиньоны? Нет, конечно. А, это лисичка. Смотрите, они прям... Нифига себе. Боже, нереально красиво вообще. Там вон тоже какая-то стелла красивая стоит. Так что вот там грибочки полянками растут. Там вон дальше пляж. Туда вот. Тоже сейчас дойдем, попробуем. Правда, самое солнце уже... Ну, когда, если не сейчас? Да, Егор? Да. Иди листики были помидорками, будем в районе помидорки. У меня там есть листики? А, нет, помидоров нет. И помидорки есть? А, есть? На своей стороне не есть. Ну-ка, покажи мне разрез. Офигеть! Вау! У Егорка тоже с такой же. А мы по пирожкам. Вот это сервис можно ставить телефон за руку. Так, раз, и уйти. Папа, а у вас что-то? Евелина счастливая. Ну, наконец-то ребенка. За то, что ей не откатали пальцы. В общем, короче. Теперь у нее есть. Ну-ка. Саша, открой ей. О боже. Женщина, вы слишком крутые. Ну-ка покажи, как выглядит Соска. Ничего себе. Вот это крутяк. Срочно на заправке в туалете. Зафотографировался. Из странностей и особенностей в туалете в Парабае и Бразилии это то, что есть веленальный столик. Вот здесь с мусоркой. И здесь, что-то телефон. Телефон не продается. Вот, ну все, вроде все остальное вроде как обычно. Так, в итоге мы пришли в магазинчик. Что ты, куда ты везешь? Мама, я юбочки нашла. Юбочки нашли. Я присмотрела вот такую вот рубашку с топиком. Такой топик и рубашка сверху. Тысячу рублей стоит. Так, а это вот счастье. Вот такая вот рубашечка. Стоит 100 рублей. Белье всякое разное. Блин, сейчас пойду смотреть. Я не знаю, что тут и как тут. Ну, мне нравится. Пошариться можно, можно что-то интересненькое. Юбилина себе уже посмотрела топичек. Допустим, рубашка вот такая. Смотрите, размер 8XL. Это если хочется по-свободнее. Стоит Ну, я бы такой себе взяла. 695 плюс 10% около 700 рублей. Вот так. Хочется себе вот такой вот. Ну, для груди тоже есть размеры. в принципе. В принципе, есть еще сфлаги в страну. Они тут нестандартно висят вниз головы. Есть сфлаги в страну. Причем это не худышки в мгонные. Папа! А, вот это? Ого-го-го-го! Ничего себе! 1500. Сушенька, все, берем, берем, забираем. А может, лучше по лисе? Давай, по лисе. Так, вот такие вот получаются бюстгальтер скрытые. скрыт около 200 рублей. Вот так вот. Всякие разные есть. Мама, можешь себе дать. Всякие разные пижамки тут, Смотри, для детей. Для детей? Нет, это не для детей, это для мамочек. Красивые, яркие пижамки все куплю, походу сюда приду. Пижамки. Так, сейчас найду ценник. Мама, мам, тут и мальчики есть. Сейчас, 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 Где-то вот он тут. Красивый, но вы лифчике. Мама, мама, мама. Так, пижамка около 600 рублей стоит. Вот такая вот футболочка, шортики, сексуальненькие, с рюшами. Так, и бюстгальтер такой, сайз 46, 150D, такой, прям 150D. Так, Так, 400 рублей там, с копейками. Вот так вот. Такой, например, там, около 500 рублей, допустим, 425 плюс 10%. Дешевное белье, спринги, такие вот есть, штанишки, такие вот, например, стринги, 165 рублей. Что-нибудь такое поинтереснее, такие вот бесшовные. Так, тут не вижу ценников почему-то. Это тоже, наверное, внутри. Нет, не вижу. Так, вот такие, что, 25? Так, например, вот такие тапочки. 400 рублей. Это все в параллельном. А мы летние, да? Ну, здесь вот, если он какой, 40-й? А, 41. О, вау. Только мне маникюр надо делать. Тогда ты не устанешь? Нет, я хочу себе какие-то гонялки. Так, на выход куда-то надо. Да, шкаф на уши. Платим. Давай, помогай мне. Доставай. Все? Нет, у меня там под ногой. Что под ногой? Железяка. Все, достойно. А это 41-й? Нет, я не влажу, знала. 41-й? Да не надо. Еще 800. Уверена? В итоге Егора наконец-то страдальцу выбрали тапочки. Около 70 рублей. Сейчас по ценнику посмотрим на выходе, а то тут всякое бывает. Короче, Егорский выбрал штибулеты. Что-то за тысячу с небольшим. Чтобы есть таки. И папа хотел сказать по размерам. Нет, тут 43-й, 43-й, немало мерка, сразу видно. То есть, тут размеры не хочешь сам-то померить? Нет? Ты что мерить-то на покупанке? Все, так, смысл не завтра придешь на какой размер? 23-й, самый большой. Боже мой, боже мой. Только они все на таких обычных застежках. Мам, я тут в школу нашла. Тут что-то вообще 19, Саша, написано. А цена у них какая? Вот у этих конкретно. Это что, в школу на 500 рублей. Такие сединорожками. Так, сейчас узнаем сколько стоят Эвилинины. Красотичные такие. Аделина, покажи свои ботиночки новые. Ну, пошли. И Аделина посмотрим сколько стоит Эвилины. Сама упаковка прикольная такая водостойкая тушь вот в такой упаковке. Аделина! 175 рублей. Аделина хочет себе другие. Бижутерия. Короче, вот такие вот много-много всяких сережек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать штучек 70 рублей. Офигенно! Я хочу вот такие вот. Я срочно хочу походить вот до такого размера и за 500 рублей вот такую штучку купить. Ютки, кстати, кожаные. вот-вот-вот-вот-вот-вот такие вот. Такую же цены. Так, тапочки Егорина вышли тысячу с небольшим. Девочкины по 600 или по 700 рублей получаются тапочки. Куртки мужские по 2000 с небольшим с копейками. Штаны около 900 рублей. часа ветровки ветровка вот этого двухсторонние это понимаю вот это тоже тысяча семьсот тысяча восемьсот тысяча восемьсот рублей тоненькие ветровочки двусторонние все это тоже черная и сверху такая зеленая потеплее курточки ценник где-то там внутри не вижу здесь ценника отобрали у нас эти рюкзаки короче здесь полностью второй этаж мужские вещи а вот там женские вещи внизу очень клевый магазине очень нравится прям вообще цены прям огонь в принципе вещи ну достойные такие вещи то есть допустим за тысячу такие шортики офигенный цвет классный есть вот бежевые такие же там надо смотреть где-то где-то тоже ценник внутри тоже там тысячи с небольшим ну кайф вообще же и горстой в красной футболке в руках две красные короче по ценам футболок мужских тут примерно также около 500 рублей такая вот тоненькая небольшая футболочка хобоишечная да такие вот допустим они уже по 700 по 900 вот такую вообще себе домой хочу просто чисто ходить дома смотрите чего нашла это вот такая штука это вот на спине вот такой вырез офигенный впереди так простенько видимо накидка какая-то пляжная блин офигенный попростка вау евелина класс приехали в жаркую страну чтобы купить себя теплые кофточки когда ты находишься в жаркой стране с холодильниками проблем нет не знаю что река или нет вообще там она подальше должна быть это здесь типа озеро здесь нет это не озеро это река она продолжается дальше в общем сегодня опять много дел сделали в полицию подались посмотрели магазин крутой посмотрели крутую набережную но говорят в другом городе поменьше там поинтереснее еще так что надо обязательно там побывать